всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня последнее по крайней мере на тот момент когда я пишу на 23 марта 2022 года видео из большой серии видео роликов плейлиста веган по библии в частности мы с вами разбираем видео я веган ибо исаак сирин некий святой ортодоксальной церкви был веганом и мы разбираем это вами уже более мелкого такого объема так скажем рамки да это по преданию веган потому что святые отцы или в предании церкви говорится о том что святые были веганами да я вам позволю сегодня мы поговорим с вами об исааки сири не сири не сири янине его как только там не именуют у нее есть несколько так скажем имен но сам он из сирии поэтому в принципе при прежде как он называет это исаак сирин его называют преподобным то есть подобным богу сегодня с вами узнаем почему я позволю вам напомнить что в рамках этого мини раздела большого большого плейлиста веган по библии все что мы с вами прошли по преданиям святых то есть посмотрели кто последовательно смотрит на моем плейлисте веган по библии все ролики то мы с вами уже пас я вам сказала вы посмотрели рассказал о том кто такие монахи монашествующий отделенный как вначале называли христиане откуда не появились мы с вами разобрали труды так скажем ну цитаты из трудов дан климента александрийского раз который утверждал что апостол матфей прямой ученик иисуса христа написавший евангелие жизни ученицу с христа был веганом он же дал ссылку на то что он креститель был веганом соответственно раз все окружение христа было веганом очевидно что сам иисус был веганом но естественно климент александрийский который все это написал сам был веганом то есть уже у нас в копилочке до иоанн креститель иисус матфей климент александрийский тоже 4 мы с вами посмотрели на мысли антония великого это 5 преподобный великий такой святой которую я очень свое время обожал да да и как говорю вам и до сих пор многие вещи с теплотой вспоминаю о том что я у него доброго взял до сам афанасий великий который написал о нем житие и его труды некоторые да уже шесть мы с вами познакомились с василием великим это седьмой в нашем списочке ну а так как он был одним из трех вселенских учителей церкви вместе в 1 на одном пьедестале они стояли первое место сюда как любят пьедесталы такие делать за первые три призовых места вот они даже не тройку этих призовых мест разделили а общее место там среди них нет больших или меньших неких таких трех людей назвали именно великими вселенскими учителями церкви святителями это василий великий ант богослов григорий богослов ну и в то время было очень много святителей великих более или менее но вот они названы даже вселенскими значит мы можем догадываться что и они в своих трудах и были веганами в своих трудах об этом говорили ну я привел пример василия великого очень яркое его место беседы на шеста днев мы с вами с ней познакомились ну как минимум нас 7 а если взять еще и она златоуста и григория богослова они были все друзьями григорий богослов они прям друзья друзья самый настоящий с василием великим были григорий низкий его брат был вот написали они все подобные вещи ну и и так скажем тогда десяточек чтобы поднабрать и действительно одного тоже из величайших в моем понимании когда я изучал предание ортодоксальной церкви это некий исаак сирин как я уже сказал тоже в лике преподобного то есть подобного богу он возвеличен годы его жизни ориентировочно не ранее второй половины шестого века не позднее а смерть была не позднее первой половины восьмого века ну то есть так абстрактно сказать седьмой век этого достаточно мы с вами живем 2022 году от рождества христова нам тут супер даты неважные вы помните что все кого мы с вами посмотрели в предыдущих видео познакомились я устраивал все эти ролики записывал и все эти тексты устраивал временном хронологическом порядке вот мы с вами видели там второй век третий век четвертый век и вот седьмой век да и исаак сирин я сначала сделал это его слово у него есть тоже у них обычно есть житие и творение так их называют бывает из-то много книг разноплановый бывает что много чего но если это было как бы все в одну кучку то максимум что делили это жизнь отдельно житие и творение или слова по-разному называли ты их не труды ну смысл один там слова или творение так как ты их называли ну творение творчество до от слова и вот у исака сирина сейчас вы якобы там нашли вторую книгу кто-то и признает кто-то нет я приписывал исаак сирина но вот из первой книги есть такое у него в каждой книге полный все люди делили да и даже может быть нет но и на слова делил он там тоже найти там есть и разные пункты так далее вот у нее есть такое слово 48 слова да ну а первое и по списку да и вот сорок восьмое слово называется не развлечений добродетели и о совершенстве всего поприще поприще слово такой более древние то есть пути христианской жизни сам он был христианином вот и вот так его называется по моему уже понятно да о том совершенстве он будет писать о котором как я говорю религиозные секты православные которые протестанты просто отвергли о совершенстве христианской жизни который всегда говорил иисус о том чтобы каждый христианин должен стать должен стать преподобным там не есть не 20 не 100 человек должны быть прославлены и причем людьми в этой да в этом звании а каждый человек как иисус сказал сотворить и научить должен стать подобным богу достигнуть совершенства в любви об этом потом такими становились старались становиться ученики иисус христа апостол точно такому же учили своих учеников вы помните как павел об этом очень много писал о совершенстве во христе о совершеннолетии о боговоподоблении он об этом очень часто выражался то что мы должны достигнуть полноты любви совершенства любви но уж иисус об этом постоянно говорил да вот и к сожалению религиозные секты это учение не отвергли но вот исаак сирин сегодня об этом будет нам говорить и несмотря на то что он опять прямо не скажет я веган но из того что мы с вами сегодня прочтем мы убедимся что человек который это написал вот такое вот сделать никак не может я думаю что через буквально несколько минут вы в этом убедитесь вы знаете само слово намного больше я его целиком поставил но так как вы видите меня и так распирает ей так много говорю и в принципе может быть я когда-нибудь что-нибудь еще запишу на данный момент этот ролик это видео с исаак сирином будет такое заключительное по преданию с церкви преданий стих отцов вот в рамках большого плейлиста веган по библии может быть когда-нибудь кто-то мне что-то сбросить я сам уж найду но я сам уже никакое предание давно не изучаю и поэтому все что я как говорил я сам когда-то читал в оригинале сам с этим сталкивался мата собирал то скажем сокровищный сердце своего сам вам все это передаю да и вот как я вам говорил так как я послан погибшим овцам стада христов вот я пытаюсь их из этого болота зла вытащить чтобы они стали вот такими вот преподобными совершенными в этом нет ничего сложно абсолютно любить легко а вот ненавидеть тяжело ну и став и этими светильниками светили как иисус говорит дальше да и вот и это слово 48 она посвящена действительно совершенству в любви и он вот здесь не будет разделять вы знаете как-то записал недавно недавно относительно этого ролика кто смотрит постоянно мои видео в реальном режиме времени выходящий я уже записал такой ролик прям чтобы тоже делиться что любовь одна бог один значит любовь 1 ибо он есть любовь и она никого ни на что не делит у нее нет никаких весов какие чаши этих весов никого не кладет у нее нет разницы у человека раскрывшим себе бога любовь любовь себе раскрывший он любит все любит все одинаково он достигает такого состояния что он не делит травинку и даже самого бога этот человек не кладет на весы на чаше этих весов ничего даже бога и травинку вот он не верит то что бог всячески во всем травинка создана богом и бог в ней относимся мы ко всему по-разному дела любви мы проявляем одно относимся ими даже в делах на дела любви проявляем по-разному конечно к природе к растительной да и к самой растительной природе до к дереву мы по одному проявляем к цветочку маленькому ниже нас по по росту по другому к воде по третьему к огню по четвертому природа тоже разнообразно да к животным и ко всем животным и по-разному любовь проявляем но в конкретных делах да к людям и вот и действительно сравнивать еще все эти три такие крупные разделения бытия растительные животные и человеческий мир а еще мир ангельский который мы хоть часа не видим который подобный человеческому но все-таки смысл и этот исаак сирин сегодня и ангелов не забудет вы знаете я и у него этому научился это один из тех кто действительно тоже был близок моему сердцу то что я читал было мне очень близко благодаря таким чтением вот этим мыслям во мне хотите раскрывалась хотите утверждалась то что принципе мы созданы из любви с любовью любовью да поэтому ты просто раскрываешь то что в тебе всегда был и конечно читал я исаака сирина с такими же с таким же умилением как игру хотите слезами на глазах до того что действительно вот же есть люди я не одинок я не один такой придурочный познав что бог есть любовь конечно же я вам всегда рассказываю кратко всегда стараюсь упоминать месяц отдельно конечно плейлисты моей жизни как и как как я до что со мной было в моей жизни как я докатился до такой жизни который сейчас живу да о том что бог явился мне явно причем неоднократно и я конечно через бумажки не через людей узнал о том что бог есть он любовь абсолютная вечная жизнь и свобода об этом я узнал когда он мне явился я все это ощущал даже не могу передать чем всем своим существом и умом и сердцем и телом да я был в нем он во мне я все это ощущал при этом не теряя своей личности действительно абсолютная совершенная любовь без без всякой тени да без всякой ненависти это тогда любовь не говорит о том что все грешники как-то в рай попадут уже об этом я тоже тысячу раз говорил просто невозможно точно же как я рассказывал как я испытывал и жуткое покаяние пребываю в этой любви потому что все то зло которое творил вам не раскрывалась это было это было хуже любого ада да и соединиться ты не можешь с этой любовью пока все это до конца не очистится и хоть я тогда в это любви пребывал в полноте и и я не мог тоже пережить именно потому что я не мог с ней по в полноте соединиться я все это осознавал вот передо мной бежали все мои злодеяния это было ужаснейшее событие в моей жизни но при этом конечно и радостное то что я знал кто мне все это показывает я ощущал одновременно его любовь и то что мне все это показывает раскрывает он делает это из любви чтобы я в этом покаялся и изменил свою жизнь вот так вот и конечно же в принципе исаака сирина можно было просто молча прочесть а если недостаточно прочесть второй раз 3 4 10 вам всем рекомендую после этого видео или ставить видео на паузу или перейти на эту страницу на сайте веган по библии эти тексты почитать они небольшие это действительно действительно добрые светлые слова которые тоже и мысли увидеть такого человека который пишет это все-таки здорово да я когда читал все это радовался ликовал что я не один такой придурочный исповедующий живущий проповедующий любовь всячески во всем и как я вам уже сказал но оборвал немножко свою речь что его это слово посвящено любви ко всему я думал даже оставить но так как я говорю и так много своими словами и и его половина той больше даже две трети наверное этого слова потом переходит в любовь к людям и он там рассказывает примера любви к людям тоже это совершенно любви и на сама жертвенной любви потому что человек готов даже жизнь свою отдавать ради людей да и хоть тысячу раз и то есть когда его любовь распирает он это делает готов сделать десятки тысяч раз и все равно не утешится этим если потребуется еще он их тысячу в десять тысяч первый раз отдаст свою жизнь за человека я решил это все-таки удалить из кто хочет может просто целиком найти исаака сирина 48 слово в частности просто об этом почитать я решил оставить текст только относящийся до вот что касается животных чтобы чтобы мы сегодня конечно вегасти поговорили как видите все она об этом во всем рассуждаю поэтому читать мы не будем там тяжелый язык там есть не переведенные на русский язык цитаты церковнославянского я чуть подумал все это немножко тяжело дается ну на то они мои проповеди все-таки чтобы слабо но то что доносится она в принципе хорошо заканчивается тоже так хотя бы все слова там тоже все так говорит об этом вот этой нескончаемые любви в человеке который изливается и в делах проявляется но даже на то что мы прочитаем на чем закончим будет достаточно чтобы узреть кто этот человек чего он достиг и к чему призывает очень важно да по заповеди христа потому что почему это делает на том что все опять замкнутый круг наш любовь в нем горит да давайте прочитаем может быть даже неоднократно сейчас давайте давайте я просто прочитаю правда то все время не удерживаюсь второй раз я уже пока не покомментирую да совершенство всего поприще единственно знаете когда читаешь всякие древние тексты вот мы часто слышим такое слово как твари вот перевели так у нас у нас уже слова твари знаете как ну твари да ведь на самом деле говорится творение хотите да я вот и надо не знать читать как в оригинале или или как правильно чтобы на слух был вот это слово совершенство есть до совершенствование усовершения многие тоже как-то не знаю понимаете о чем идет речь до упалась там совершиться то есть сделаться совершенным он имеется ввиду вот где-то правильный там тоже разные переводы сами знаете библии где-то переводит уже более понятно то есть речь идет о совершенстве всего пути жизни христианина да и вот совершенство всего поприще ну я я не то что скомментирует но я буду тогда вам слова просто немножко подсказывать тогда мы так прочитаем а уже потом поверь совершенство или совершенствование или конечная цель да то есть святость всего поприще пути заключается христианина заключается в следующем в покаянии первое вы помните как иисус я опять комментировать начинает давайте ладно я просто прочитаю даже с скажи ну как есть а потом я уже буду читать с комментариями вы готовьтесь ролик будет длинный я уж выложусь последний раз в принципе на сегодня заканчиваю вот этот плейлист веган по библии я все что сказал уже на самом деле сказал да хотел сказал совершенство всего поприще заключается в следующем в покаянии в чистоте и у совершении себя что такое покаяние оставление прежнего и печаль о нем что такое что такое чистота кратко сказать сердце милующее тварную природу что такое совершение себя глубина смирение то есть оставление всего видимого и невидимого видимого то есть все у чувственного и невидимого то есть все умысленно мысленно и попечения о том в другое время был опять спрошен что такое покаяние и сказал сердце сокрушенное и смиренное что такое смирение и сказал сугубо и добровольное принятое на себя омертвение для всего и что такое сердце милующее и сказал Это возгорение человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы. От великой сильной жалости, объемлющей сердце и от великого терпения умаляется сердце его, и не может оно вынести или слышать или видеть какого-либо вреда или малой печали претерпеваемых тварью. И посему и о бессловесных, о животных, и о врагах истины, и о делающих ему вред самому человеку, кому-то мне лично, ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились и были они помилованы, а также и об естестве присмыкающихся молится с великой жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления в этом Богу. Красота. На меня это в свое время очень... Я сам учился, я много раз рассказываю, многие видят меня уже таким, какой есть сегодня. Кто-то удивляется, кто-то ужасается, есть такие, да, думают, что я оконченный еретик. Кто-то действительно берет пример и восхищается. Все по-разному, конечно, реагируют. Но сегодня тот, кто я ел, есть и ел. И прошел свой путь, я всем рассказывал, что я тоже прошел. Я, знаете, когда говорю кому-то идиот, я говорю, вы не обижайтесь. Я такой же был идиот во многих вещах. И путь я шел по знанию. Шел действительно. И много чему я учился. Просто в реальной жизни у меня было не так много учителей. Точнее, в реальной жизни у меня их не было практически в христианстве, по крайней мере. Собеседников, знаете, людей действительно... Тут дело не просто на этих словах высокодуховных. Да нет, людей действительно стремящихся хоть к чему-то в жизни, я имею в виду действительно к чему-то высокому. У которых глаза, сердце, как это говорят, очень сердце, не только к тарелке в жизни прилипли к столу или к стулу своему. Кто действительно задумается прежде всего над таким вопросом, что есть истина, в чем смысл жизни, почему любовь, добро и зло, почему одно над другим то преобладает, то одно, то другое в мире. Да, откуда все это зло, как от этого избавиться, кто я, откуда я и куда мне идти. Таких людей на моем пути было совсем немного, единицы. И я находил, конечно, для себя в этом плане утешение. Прежде всего в Библии, помню, в Евангелии, конечно же, потом в апостолах, в Библии во всей я уже находил. Уже Бог меня научил даже во всей Библии, в Ветхом Завете находить мудрости и добро. Кто со мной читал Ветхий Завет, тот знает все, о чем я говорю. Потом я находил в предании, уже находил и добрый, и плохой, и добрым утешался, злой откидывал. И вот вам живой тому пример. Давайте еще раз теперь прочитаем с моими комментариями. Как я еще... Ну, как... Давайте теперь уже первое, да. Мы видим, что, конечно же, прямо Исаак Сирин себя веганом в современном понимании, в современном смысле этого слова. Слушайте, мы даже не можем... Я вот как веган не могу вам сказать, откуда это пошло. Веган... Когда это... Есть там теория, я знаю. Я, конечно, изучал этот вопрос как веган. Это понятно. Но, действительно, это все только на уровне теории. Когда впервые кто это там есть, конечно, отсылки к некоторым людям, которые якобы это понятие внесли. Вот. Но они, не они, что было до них, может, было другое понятие, мы не знаем. Поэтому надо понимать, что этого слова нигде в таких подобных трудах мы просто и не встретим. Да. Я сейчас употребляю это слово. Кто знает, я даже поменял свое имя официально на христолюб. Фамилия веган у меня, да. Христолюб имя. Отчество Божие. Отечество на небесах. Вот. Только с целью проповеди этого. Потому что это уже слово в современном мире хотя бы понятно. Люди его слышат. Он может даже не понимать еще, что это он слышит. Он видит это. Где-то надписи, где-то фильмы, кино, музыка. Вот. Только поэтому. Поэтому надо понимать, что здесь, ну и по духу, это все по букве мы с вами, да. Буква убивает лишь дух любви, животворит дух истины, Божий дух. То то, что мы с вами прочитали, я надеюсь, сейчас мы еще, я для вас, как всегда, пожую это, да, как я выражаюсь. Вот. То понятно, что только что мы прочитали. Человек, который сокрушается, которому жалко любое страдание. Не то, что там, животных. Он о бесах сокрушается. Если вы не заметили, то я об этом еще скажу, да. То этот человек вот на такое близко не способен. Я думаю, что это просто очевидно. Давайте еще раз теперь уже я для вас пожую на те места, на которые, может быть, вы даже не успели обратить внимание, да. Слух ваш не воспринял. Совершенство всего поприща, совершенство христианской жизни заключается в следующем. В покаянии, в чистоте и, ну, он написал, в усовершенствовании себя. На самом деле, усовершенствование в этой чистоте, да. Вот. Во-первых, я хочу обратить внимание, может, вы заметили, кто это писал, тоже до конца непонятно. Сам Исаак Сирин мог, как Антоний Великий, ничего не писать. Это порой уже писалось, бывало, в престарелом возрасте у них всегда были какие-нибудь ученички тоже, монахи там, уединенники. Они порой за ними писали. И вы заметили, что здесь есть какой-то диалог. Хотя это все, как всегда, в книжках написано каким-то черно-белым простым текстом. И я уже там даже немножко так разделил. Это уже я дорабатываю на дотексты, на прямые речи. Но идет, как будто кто-то пишет. Это не прямый Исаак Сирин. Но он как бы его спрашивает, он отвечает. Поэтому, если вы обратили внимание, здесь идет как-то в перемешку, как будто третье лицо с первым общается. Вот. Но это, в принципе, нормально тоже. Человек мог сам с собой. Так и есть люди, которые в разных форумах пишут. Это даже мог, конечно, один человек написать о себе. Вы помните Павел о себе в третьем лице тоже говорил. Говорил и кто помнит с таким сарказмом или... Ну, как бы вроде завали ровно, а сам хочет, чтобы люди, конечно, понимали, что он о себе говорит. Ну, говорит, да, знаю человека. Им бы похвалился. С собой не буду хвалить. На самом деле рассказывает о себе. То есть, ну, тоже Павел любил бы завернуть. Может быть, здесь что-то подобное. Мы не знаем. Ну, а может быть, просто тот, кто это все писал, какой-нибудь монашечек, молодой или друг его, наоборот. Мы не знаем, на самом деле. И ныне суть важна. Вот. Мы, в принципе, во все эти тексты верим, понятное дело. Да мы верим, как Иисус сказал в Евангелии. Это мы верим. Мы действительно доказать это уже не можем. Как Иисус сказал, что уже после вас, видевших меня воскресшими, вам просто будет верить на слово. И о каждом являться и убеждать, что я жил, я есть, жил, был убит и воскресную, не буду. Да. В чем совершенный путь и в чем вообще суть Евангелия, христианской жизни? Ну, Иисус точно так же, как и Иоанн, его претеча, креститель, говорил, что покаяться и сотворить дела, достойные покаяния. И он то же самое, только чуть другими словами сказал. Иисус это не запрещал. Он сам говорил, что после меня и большие дела сотворят, и тоже еще что-то понапишут, и новых образов дадут. В этом нет ничего плохого. В покаянии блаженное чистое сердце мы, бани Бога, узрит. Но узрив их, надо стать совершенным. Чистое сердце – это доброе сердце, доброе пожелание. Ну, естественно, эти желания свои надо реализовать, то есть усовершенствоваться, стать совершенным в любви. Об этом Павел так прямо и писал. Что такое покаяние? Ну, уже как бы человек как будто расспрашивает его. Вы заметите, то есть, да? Я вот, кстати, здесь не стал прям так. Надо было мне все-таки текст немножко доработать. Все-таки было бы понятно, да? То есть, он дает формулу покаяния, чистота и усовершение себя. Ну, я вам как бы своим словом рассказываю, как я всегда говорю, просто наперед, а потом мы читаем, я еще это жую. Ну, по сути, все в тексте сказано, да? Что такое покаяние? Вот вас спрашивают, раз ты говоришь, в покаянии смысл жизни христианина и суть жизни, путь жизни, в чистоте и совершенствовании себя. Усовершение, здесь слово такое русское, как это написали, у совершенства себя, святости, идеальности себя, да? Что такое покаяние? Он отвечает, оставление прежнего. И тут печаль-то о нем, как будто печалишь, что ты грехи оставил. Ну, наоборот, сокрушение, раскаяние. Мы знаем, что это такое, да? Что я грешил. Так как у нас сейчас веганская тема, все знают такой христианский, ну, мэм, может, нехорошее слово назвать, христианскую такую мысль, что когда как бы их спрашивают, там, да, не жалеешь, что ты стал веганом, он говорит, я как веган жалею только об одном, что я не стал им раньше. Вот это из этой серии, другими словами, раз сегодня к этой теме я, видите, буду все присовокуплять. Вот, то есть покаяние – это оставление грехов и сожаление о них, что ты вообще когда-то в это все болото свалил, что ты когда-то грешил, кому-то причинял зло. Ну, в преданной их церкви, в святых отцов так называемых, там есть слова, как сокрушение, плач о грехах, слезы те же самые, да? То есть это разные слова, но смысл, я надеюсь, вы понимаете, о чем здесь, да? Но я вам помогаю на всякий случай. Что такое чистота, я вот теперь спрашиваю. Кратко сказать, вот он говорит, сердце, милующее всякую тварную природу. Ну, это вообще. Я вот вам картинку, надеюсь, говорящую тоже подобрал такую, да? Это такое сердце в лице, в форме земли, да? И внутри там еще красненькое сердце. Вот, знаете, я, конечно, не знаю, многие христиане читали, там, ортодоксальные, протестантские. Действительно, он сказал великолепную тоже мысль, что вот эта чистота, чистое сердце, какое-то чистое. Что это такое? По сути, он дал и толкование, если хотите, на слова Иисуса, на эти так называемые заповеди блаженств, да? Что такое? Кто такие чистые сердцем, которые Бога узрит? Это кто? Что такое сердце чистое? Это сердце, это человек, которым любовь открылась ко всему Божьему творению. Кто знает, а кто нет, на своем канале и в описании, на своем сайте и в описании каждого канала на Ютубе. У меня их больше пяти, можно сказать, да? Ну, я просто делю, чтобы мешанины, каши не было. Что вот главную страницу я для вас открыл. Я всегда себя и свой проект оппозиционирую, как вот у вас на экране все это написано даже, я специально открыл. Христолюб.ру, ну или Христолюб, Веган Христолюб. Это мой авторский веганский христианский сайт, ну или я там на Ютубе пишу канал, посвященный пропуеди жизни Иисуса Христа, Его учения, Бога любви, являвшегося во плоти. Я что-то вперед забегаю, ладно, прочитаю, как есть. Это мой авторский веганско-христианский сайт, посвященный пропуеди жизни Иисуса Христа, Бога любви, являвшегося во плоти и Его учения о любви человека к человеку и всему им, Богом созданного. Вы знаете, я когда вот это вот дал определение, тогда помню, на сайте, на каналах, надо же было описание канала сделать, какие-то приветствия, описания, введения на сайте, там все это формулировались, тоже мне не сразу все обрисовывалось, я говорю, вся моя жизнь, я все это раскрывалось потихоньку. На самом деле я сказал все то же самое, что вот, наверное, вот это даже, вот это слово Исаака Сирина в свое время, я вам говорю, очень сильно на меня тоже повлияло, как видите, я думаю, вы сейчас уже видите, откуда все это я тоже набирался. Конечно же, из Евангелия, вся моя жизнь Христоса, смерть, приобретение, мечта и приобретение. Да, вот, ну вот я и у них, вот эти какие-то красивые формулы, точно так же, как послание апостолов, преизобилует красивыми фразами, формулами, мыслями об истине, да, любви, свободе и вечной жизни. Ну, здесь то же самое, вот, действительно, Исаак Сирин сильно на меня повлиял, вот эти его, там у него много чего интересно, много чего я черпал. Я у него, вот кто слышал, я не раз, но это вы больше услышите при просмотре плейлиста «Веган о Библии» на канале проповеди, где о Библии говорю. Я часто говорил, что я, как бы, когда читал отцов, услышал, у них прочитал, что, как бы, ну, придет время, да, все мы когда-то пользуемся бумажками, какими-то учителями, но придет время, когда ты сам станешь, ну, как Иисус говорил, источником воды живой, да, ты сам станешь живым словом, тебе не нужна будет бумажка. Я тогда, естественно, еще не мыслал своей жизни без Евангелия, без Библии, я зачитывал, как я говорил, я в день по Евангелию, а иногда и по четыре Евангелия прочитывал, это было нормой моей жизни, помимо всего, а потом еще все это накручивал апостолами, Библией. Евангелие-то обязательно, да, я читал порой по одному в день. Читал или прослушивал, пока чем-то занимался, а уже есть все это аудиоформат, очень удобно, вот, и потом добавлял всегда обязательно все там апостолов, Библию, Ветхий, Новый, то есть Завет, и вот предание, изучал историю, церкви, плюс я люблю много чего изучать, то есть я изучал и другие религии, и философии параллельно, то есть вся моя жизнь я на это посвятил с того времени, как Бог мне открылся. И я, на самом деле, очень сильно, я у многих это встречал, но меня прям как печатью запомнился Исаак Сирин, у него есть тоже практически слово этому посвящено, и прям вот, знаете, я прямо услышал, как будто я рядом с ним тоже сидел, когда он говорил, что, как бы, сынок, настанет время, и ты, я думаю, неужели это возможно? Со временем это все произошло со мной, да, вот, и он говорил, что все это произойдет, не сразу, конечно, когда будешь идти, проходить свое поприще, свой путь жизни, и это правда, все это, если идти, все это работает, да, вот, и действительно вот это вот, он сейчас кратко, вы видите, да, он кратко сказал, потом его еще раз спросит, он уже более еще раз, в принципе, он дал толкование на слова Иисуса, что такое, кто такие чистые сердцем, почему они Богу узрят, они узрят, потому что сердце их будет преисполнено в полноте любви к чему? ко всему, ко всей, ну, тварно опять слово такое, сотворенный, его перевели на русский неправильно, да, хотя бы надо СО добавлять, потому что все-таки, когда Библию читаем, Бытие, первую главу, сотворил Бог там землю, там, не творил, а сотворил, так будет просто понятнее, да, это сердце милующее всю сотворенную, вселенную сходить попонятнее, все сотворенное Богом, то есть он здесь, ну, так перевели, так до нас дошло, опять, кто их что-то переводил, мы читаем уже на русском, в конкретной чьей-то интерпретации, но смысл мы понимаем, вот этот Исаак Сирин, мне родной человек, да, сердце милующее, или чистота полна, да, это сердце милующее всякую тварную природу, просто не звайте, не зря он разбил на три, вот, это все то же самое, что пока это творить плоды достойной покаянии, ну, там, как бы на две части, он просто сказал, покаяние, чистота и потом совершенствование в этой чистоте, то есть он имел в виду теории, ну, естественно, теория должна в практике раскрыться, да, он говорит, что любовь ко всему, но ты эту любовь-то сможешь проявить, да, в делах-то, вот, да, одно дело желать, я такой весь любвеобильный, а как ты, да, вот по делам узнаешь, да, поэтому жизнь совершается через практику, внутренняя природа наша меняется, да, вот вам и все определение. Ну, и что такое усовершение себя, вот, что такое совершенство? Он говорит, глубина смирения, то есть оставление всего видимого и невидимого, то есть всего чувственного и невидимого, то есть всего мысленного и попечения о том. Здесь он просто говорит, вот это, вот, усовершенствование, здесь так немножко замудро написано, но я знаю все его слова, и я говорю, я его творение, творение опять, ну, послание, письма, как хотеть, но это были слова, ну, не знаю, называют, как тоже мне не очень нравится, кто-то трудами называет, книгами, вот. Он, конечно, говорит о том, что просто Иисус сказал, он в другом месте, даже в этом же слове, я просто по памяти помню, он как бы вспоминает цитату Иисуса, там просто говорю, о любви к человеку уже я решил вам сегодня это убрать, вот, то есть он говорит о том, что Иисус сказал, кто возлюбит этот мир более нежели меня, тот не достоин меня, и кто не отречется от всего, от временной жизни ради жизни вечной, вы помните, как Иисус об этом говорил, именно тоже о пути, да, кто последует за мной, именно когда его спрашивают, как пути, как идти за тобой, да, он говорит, что все должны отвернуть, здесь Исаак Сирий, конечно, об этом, он и говорит, что да, ты, конечно, этого захотел, а сможешь ли исполнить, потому что, кто знает, дела любви, особенно жертвенные, будут на то, а не жертвенные, связаны с чем? С жертвами. Даже 10 рублей подать надо же от себя оторвать, говорить об истине, ты будешь поносим, гоним, да, возможно, и лишишься жизни, вот он об этом говорит, что, естественно, человек не достигнет совершенства, если не отречется полностью от себя, не возьмет крест свой и не последует за Христом, то есть, ну, он говорит о деятельной жизни, да, вот. Ну, и уже, как бы, знаете, как дубляжом, не зря вообще Библия таким языком написана, обычно, помню, там, одна мысль, два раза все спрашивается, здесь еще раз, да, в другое время был опять спрошен, ну, все то же самое, что такое покаяние, и сказал, сердце сокрушенное и смиренное, ну, по сути, кто знает, цитирует просто псалом, да, что такое смирение, и сказал, сугубое, особое, да, добровольное, принятое на себя, омертвение всего, ну, опять то же самое, знаете, язык тяжелый, это язык древний, иногда они так пишут, но кто уже познает истину, может читать его спокойно, транслируя на свой язык, на свою современность, да, то есть он говорит все тем же самым евангельским, человек, которому Богом открыт, все эти истины, такому, как мне, я спокойно нахожу параллели в Евангелии, и все это вижу, да, вот, ну, и, конечно, видите, я потрудился, изучал все это, я знаю, что на эти фразы, я же просто вырвал все это все-таки из контекста, да, из его творения, ну, просто знаю, что он написал, поэтому вам такие комментарии добавляем, ну, и опять, как бы, и что такое сердце милующее, вот, о котором ты сказал все творение, все сотворенное Богом, и сказал, это сердце, это возгорение сердца, ну, или горение, возгорение, или уже горение, кто там перевел, мало ли, может, они сами неправильно переводили, то есть это горящая любовью сердце человека, у человека о всем творении, обращаю внимание, обо всем, и можно было опять, если вот не было дальше искать, ну, может, он там обо всех человеках только говорил, нет, он перечисляет о человеках, даже не просто о животных, о птицах отдельно, ну, да, вот здесь о рыбах только не сказал, теперь можно рыбку жрать, да, нет, мало ли как до нас все это дошло, и раз он даже птиц отделил, ну, сказал так, я говорю, мы тоже, я тоже в одной проповедь не могу обо всем на свете сказать, да, о птицах, о животных, и даже о демонах, и о всякой, еще раз говорит, ну, твари, о всяком творении, о всем творении Бога, вот, что еще можно добавить? При воспоминании о них, ну, здесь опять не сказано, сейчас же мы с вами дальше еще не закончили, читать, вот опять я говорю, вырви из контекста эти слова, ведь он только что ниже опять расшифрует, при воспоминании об их страданиях, потому что мы все здесь страдаем, у нас, начиная с того, что у нас смертная, тлеющая, болезненная плоть, да, при воспоминании о страдании, об их страдании, и при воззрении на эти страдания, человеков, еще раз перечисляем, животных, ну, тут он природе, может, так не сказал, и то нам так перевели, может быть, о всяком творении, о всей природе он имел в виду, да, тут, я надеюсь, вы понимаете, слышите человека, я вот слышу его сердце, да, как в этом, в аватаре, говорит, я вижу тебя, они вот так показывали, говорили, я вижу тебя, такое у них движение было в приветствии, я вижу тебя, то есть понимаю тебя, вот, я понимаю его, да, то есть он обо всем говорит, конечно, человек бесноватый, темный, будет докапываться, оно тут не сказал, а я вот все вижу, что он, я вижу, о чем он говорит мне, да, о человеках, о птицах, о животных, о димах, о тваре, при воспоминании о них, о том, что они страдают, об их страдании, и при воззрении на эти страдания, очи у человека источают слезы, ну, кто нормальный человек, вот я всем говорю, слушайте, да я фильмы смотрю, там, художественные, что животные, там, что погибают, что люди, да, везде, где любовь проявляется, мне всегда, конечно, да, реально даже по телу я тоже плачу, да, вот, я говорю, про какие-нибудь документальные, где там животных или людей, как там, Невзоров, Чистилище, это здесь чеченских воин снял, это я такое вообще смотреть не мог, я, это, Чистилище, там, шесть частей, по-моему, я минуты две посмотрел, и все, это просто ужас, что люди могут делать с людьми, с какой жестокостью, это просто, я такого в реальности, в этой жизни не видел, я когда на камере увидел, это просто жуть, это вообще, это, я не знаю, это какой-то, ты думаешь, неужели вообще это другой человек может один с другим такое делать, это такая, такая адская жестокость, бесчеловечность, это вообще, и все вот действительно, когда смотришь, я говорю, слушайте, ну, вот это все так вам легко, на сидя в кресле там рассуждать, да, веганство, что там, ну, посмотрите, что с животными-то вытворяет человек, посмотрите все эти фильмы, земляне, доминион, вилки против ножей, скотозаговор, все вот это, и далее по списку, да, со скотобоин, со всех этих меховых ферм, птицефабрик, да, всех этих рыбных хозяйств, посмотрите, что делают с животными человек, да какого безумия, ведь там нормальные люди не работают, именно поэтому там еще и ты в таком виде, там ничего гуманности быть не может, потому что это уже эксплуатация убийства животных, там нормальные люди не работают, а соответственно они еще делают это с особой жестокостью и остервенением, говорить вообще про какие-то гуманные там отношения, и в частности забои к порабощенным животным, даже идиот не будет по идее, вот, ну и дальше он еще раз, я, как видите, иллюстрациями все стараюсь наполнять, чтобы это уже давали нам картинку мира, от великой и сильной жалости, жалости, сострадания, сопереживания, да, объемлющее сердце, охватывающее сердце, и от великого терпения умаляется сердце его, и не может оно вынести, оно не может вынести, или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали претерпеваемых, ну тут тварью, опять слово творением Божьим, как мы с вами видим, он под этим подразумевает все, и человеков, и животных, причем неважно каких, крылатых, пернатых, ну о рыбке он если забыл сказать, то вы все это понимаете, и даже о демонах, именно таких вот я, когда в предании читал, да, кто знает, и познав любовь, конечно, Божью, как я говорю всегда, явно Бог мне открылся, и в Евангелии увидев Христа, явившего абсолютную сущность Бога, которым он сам является, и явил ее просто внешне, да, что он есть любовь, ну и вот начитавшись, как мне говорят, вот такого вот, нет, что только не тычешь, что я там, да, заумничался, начитался, да, я вот таких вот начитался, и я знаю, что бес, самый даже демон, которого называют Деницей, который первый ангел, самый светлый, он бес не потому, что он таким был создан, потому что он таким стал, и он когда-нибудь покается, это будет самый светлый ангел опять, самый покаявшийся, а кому много прощается, тот много любит, самый любвеобильный будет, вы будете с ним обниматься и целоваться, но когда он покается. Вот Исаак Сирин, поняв это, что он бесом стал, не потому что Бог его таким создал, не потому что он в оковах зла, потому что он сам его избирает, когда он покается, да, он станет обратно Деницей, светлым ангелом, сыном зари, да, и он поэтому просто лишь плачет и сокрушается, что люди вот такое могут творить. Я тоже, когда смотрю вот такое, я говорю, ну я как смотрю, смотрел или вот так вот смотрю там на все эти чистилища, скотобойни, да, кроме плача, ничего, и жалости в сердце, разрывая, жалости разрывающий просто сердце, распинающий, что человек может до такого безумия докатиться, такое зло друг другу причинять, несмотря на вопли, на страдания, да, это просто невозможно понять, в голове уложить никак, да. А посему и о бессловесных, то есть еще раз, вот сколько мы с вами читаем, да, короткий фраз, я надеюсь просто, что после этих видео у всех уже сомнения окончательно уйдут, и по поводу, я уже закончу опять теми, кто тычет, что там вот христиане и от Иисуса не были никакими веганами, да, что ж тогда вот есть-то великими, которых называли, что ж их тогда не тыкали за это, да. А посему и о бессловесных, то есть опять речь о животных, просто другими словами их так называют. Слово бессловесных, даже без второго слова зверях, животных или тварях, бессловесных тварях может не добавляться слова, но бывает так коротко, я просто когда древние вот эти труды читал, но так о животных часто говорят, о бессловесных, ну, кто может быть в тексте добавлено слово творение. Я говорю, что какое-то слово проглочено, да вы послушайте мои проповеди, а еще их и застенографируйте. Кстати, вот это живой пример, если это со слов писалось, да, некоторые люди, меня слушающие, пытались мои проповеди стенографировать, это же, и я сам пытался, сам себя, это же жуть какая-то. Если это в текст перекладываешь, это читать невозможно, да, вот это тоже надо не забывать об этом. Это только потом надо в красивый текст превращать, добавлять слова, там, менять местами, падежами, причастиями, обороты, все это разбивать на предложения, да. Порой вообще вырезать и собирать то, где я от одной мысли ускакал в другую, потом вернулся к этой, чтобы была она понятна, этот кусок поменять местами, а то соединить. Так что вот так вот, не забывайте об этом. Почему я все это понимаю? Потому что я сам проповедник, да. А посему и о бессловесках, то есть о животных, и о врагах истины, это вот плевок еще тем, кто там топит за этот патриотизм, за любовь к врагам, яков, проявляющуюся в убийстве там еретиков, врагов той церкви, врагов народа или государства на войне убийства, или врагов народа, да, там, каких-нибудь этих, кто топит зачастую против коррупции там, или еще что-нибудь за свободу, да, или врагов от государства, и кто на землю на мою напал, над всех поубивать. Вот. Вот. А вот Исаак Сирин говорит, что он обо всех сокрушается, даже о врагах истины, да, и о делающих ему вред самому лично. Ну, одно дело там, да, в общем, о врагах чего-то там сокрушаться, вот богохульник там, или он христолюк, там веганство несет, да, я тут, да, ну, ладно, я ему горло не режу, но вот он негодей, да, вот. Ну, это ладно, мне хоть лично ничего не делает, да, ухо не отрезает этого, слава богу, пусть там свое веганство несет, я буду с ним тоже словесно бороться. Нет. И Исаак Сирин говорит, даже кто тебе лично. Да, а то мы, может, конечно, врагам чему-то и не будем противиться, но если меня тронет, я ему покажу. Кузькину мать, да, сразу голову с плеч снесу. Нет, он говорит, а делающим самому человеку, тому вот кто, ему, здесь он в третьем лице говорит, вот такому, как он, который, сердце которого горит любовью ко всему Божьему творению, да, и а делающих ему вред ежечасно, со слезами приносит он молитву, ну, как Иисус Христос на кресте делал о своих врагах, чтобы сохранились и были они помилованы, а также и об естестве, то есть о самой природе пресмыкающихся, молится с великой жалостью, какая безмерой, безмерно, безгранична, без конца возбуждается или возгорается, опять же слово, в сердце его по уподоблению в этом Богу. То есть мы видим, он переживает, как я сам ролики записывал, он говорил о тех же самых хищниках, конечно же, он даже за это переживает, но он, в принципе, цитирует, по сути, опять ничего нового не говорит, о том, о чем я тоже не раз цитировал. Слушайте, этот кусочек я забыл, надо было, наверное, тоже, может быть, вставить апостола Павла-то, да, как он писал, что все творение, но я его приводил, слушайте, может, допишу, конечно, может, допишу, что-то я вспомнил об этом, я о нем употреблял вот именно, ну, как опять, чтобы просто вместе все в куче, в проповеди, в своей, но отдельно не стал этого делять, да, может, я не буду, ладно, подумаю. Ну, помните, как Павел писал, что все творение Божие, бессловесное животное страдает и мучается, вот в том, что оно есть хищник, вообще, что животный мир поделился там на хищный и жертву, да, этих хищников, все это было почему, кто мои ролики смотрел, именно основываясь, кстати, на мыслях Павла, ну, прежде всего, на откровение в свое сердце, мне открыто, и Богом я знаю, что хищники, это, все это произошло, естественно, ну, нам и в Писании описано, что после потопа, да, и все эти животные, винные, безвинные, конечно, там хищники есть, это перевоплотившиеся, и отначально все хищники, это появились перевоплотившиеся грешники до потопа, но потом туда, то есть, так же, как и мы с вами рождаемся в разных ипостасях, есть там уже и, да, и не злые люди, особенно, кто попадает в природу жертв, там, да, просто для опознания всего зла мира тоже происходит, и вот Павел тоже говорил, что все творение Божье мучается, до чего, до откровения сынов Божьих, да, откровения сердец, как хотите, ума, а лучше умного сердца. Исаак Сирин ничего не сказал больше, вопрос другими словами, вот эти, вот эту мысль и фразу Павла, о которой я теперь тоже с вам всем транслирую, да, что действительно человек, мы сокрушаемся, даже мы не можем видеть и страдаем, когда на наших глазах там даже и кошка птицу ловит, потому что птичка тоже хочет жить, вот, мы понимаем, что это уже естество это хищническое, сам этот грешник, может быть, в этой кошке, да, находится, да, но он уже настолько порабощен своей природой, это все такие же, как трупажоры здесь, им хоть колом на лбу чеши, он не хочет отвалиться от зла, потом это зло, не зря он попадает в животное, что он уже не соображает от этого зла, то есть, как, когда соображал, делал его уже просто так, потому что уже рабом становится этому злу, да, и вот Исаак Сирин проливает слезы и переживает, и молится о том, чтобы люди изменились, да, и даже о животных, вот он, так скажем, о хищниках тоже страдает. Но и конечная-то мысль его, что именно вот этой любовью, чистым сердцем, в совершенстве, которое через дела любви, вот это в нем, возгорание сердца любви, он и уподобляется все Богу, Иисус Христу, который сам себя отдал в руки грешников, чтобы явить нам эту любовь. Что еще прибавить к этому? Не знаю. Вот то, что мы с вами прочитали, может как-нибудь вот с этим ассоциироваться? Вот меня сейчас смотрят, религиозники умудрились как-то дослушать этого слова, несмотря на то, что их ломало, коребело, и бесы их крутили, да, они же так любят трупятину, да. Вот и можно это совместить, неважно, свинюшек убивают, кошечек, собачек, птиц, рыб, какая разница, любое животное страдание. Как он хорошо написал, о всем-то, неважно, он не стал там хоть где-то делить, но общую мысль он вначале сказал, что это возгорание сердца человеческого, любовью ко всему творению Божьему. Он никого уже ни на что не делит, он готов все огнять, потому что, как Павел говорил, расширьте сердца ваши, в наших сердцах не тесно, в нас полно места, разорвите ваши сердца, да, вот, для любви. Вот это очень важно. Закончить я хочу, в общем-то, на том, на чем мы и сказал, да, что вот та картинка, где распятый Христос, это было ради любви к человекам, явно совершенно любовь к грешникам, любовь к врагам своим, да, о тех, кто хотят ему и причиняет боли, Исаак Сирин об этом тоже сказал, подобляясь всем Богу. Ну, так как мы в рамках этих роликов говорим о любви к животным, я вот как-то такой тоже сделал пост. Это прекрасная картина некоего художника, все время забываю его фамилию, имя, вот, но я единственное сюда слова добавил, а твой пастырь веган, да, пастырь добрый, очень любит об Иисусе Христе говорить, что есть, да, но только жалко, что это произносит уста тех так называемых псевдо-христиан, религиозных грешников, которые, да, слова-то эти употребляют, только твой-то пастырь добрый, да, твой пастырь веган, да. Ну, в концовке, что хочу сказать, вот, всем, кто смотрит, еще раз все на религиозникам подведем итог, что которые тычут, что якобы в Новом Завете ни Иисус там, ни его апостол, ни его ученики не были веганами, особенно тех, кто признает, а чуть ли там тоже не авторитет, а порой в них авторитет предания святых отцов, предания церкви, как они выражаются, творение святых отцов, учение святых отцов, является чуть ли не выше уже Библии, только через призму, как они там, кто знает, все эти бредни, через призму и свет святых отцов, через их творение понимается Новый Завет, потому что я сам тупой, мне читать запрещено, я могу только с толкованиями читать, или вот труды их лучше вообще уже читать, их уже забыть про Евангелие, а вот читать там Исаак сильно. И хочется сказать, вот, пожалуйста, я вначале вам все это сказал, могу быстро и так перечислить. Иоанн Креститель, как предтеча потом Иисус, апостол Матфей, Кирилл Александрийский, Антоний Великий, Афанасий Великий, кто его написал, Василий Великий, возьмем еще двух свидетелей из тройки, Иоанн Златоуст и Григорий Низкий, уже безусловно все это исповедовали и так жили. Ну и, да Иоанн Богослов, Иоанн Златоуст где-то есть, я просто это место, у него столько, что найти. Я говорю, я не пользуюсь чужими, я стараюсь то, что сам, я, конечно, читал все это, но в свое время не думал, что когда-то мне все это пригодится, да. Ну и десятка замыкающих, вот Исаак Сирин. Посмотрели с вами, кто последний, кто, конечно, на этот ролик попал, то рекомендую на плейлист Веган по Библии перейти, здесь все эти видео есть, здесь уже очень много видео, все от начала, от первой главы книги «Бытия», и вот до последних этих видео, где по преданию мы все разбираем, они здесь в конце, я их еще не добавил, так как записываю, они все будут, посмотрите, вот, и как мы с вами видим, что все они говорят о том, что почему-то, да, прежде чем тыкать вегану-христианину, тыкните христолюцию, тыкните своим святым отцам, да, почему-то они все мясо прямо запрещали есть, более того, прямо говорили о том, какую пищу есть, прямо ссылались на первую главу книги «Бытия», на тот закон любви, который был дан в раю, без которого просто невозможно было там существование, ибо он таким был создан, потому что Бог есть любовь, да, и как мы видим, отголосками, да, докатилось даже до седьмого века, несмотря на то, что к седьмому веку уже христианство давно было убито, уничтожено, но Бог открывается в сердце каждому, человек удивляться тут нечего, и как мы видим, тот, кто стремится к познанию истинной Бога, любви, тому Бог открывается, и тот человек в себе это раскрывает. Исаака Сирина также поносили, ненавидели, как я ему говорил про всех, и потом им там гробницы ставили, восхваляют, кто-то зачитывает своими трудами, при жизни у Исаака Сирина тоже было там, тоже он и гонением, непониманием подвергался, все то же самое, да, вот, но мы видим, насколько действительно человек может поменяться, и действительно чудные слова, чудные тексты, да, у него есть подобные вещи про гиену, что она неконечная, вот это все, я тоже у этих людей брал, потому что он на все смотрел через призму Божьей любви, потому что он понял, и Бог ему открылся, и он это принял, что Бог есть абсолютная любовь, именно поэтому на все вопросы, конечности и бесконечности гиены, да, он утверждал, что, конечно же, исповедую, как я выражаюсь, ну и такое, в общем, определение есть, всеобщее покаяние когда-нибудь в свое время, когда каждый по свободе своей покается, но он говорил также, что, да, несмотря на это, не думайте, что туда лучше попадать хоть на минутку, выражался он так, что, да, хоть гиена и не бесконечна, не вечно, а конечна, да, то упаси меня Бог, он говорит, упаси вас Бог, вкусить вкус ее, да, как-то он там сказал, испробовать вкус ее, что-то такое, да, он говорит, я бы никому в жизни такого, говорит, ну там как-то чудо написал, у меня есть его тоже на другом канале его это слово тоже о гиене, вот, ну уж не сегодня в рамках, то есть он до всего этого доходил, потому что он на все вопросы жизни смотрел, как? Через призму любви, совершенной, никого ни на что не делящий, как мы видим, он всех поставил на одну полку, это любовь, сердце, в котором горит любовь, и она никого ни на что не разделяет. На этом у меня все, надеюсь, вам это все было полезно, интересно, назидательно, это изменит вашу жизнь, и вы чистоту вашего сердца превратите в чистоту вашей жизнедеятельной, да, и раскройтесь в полноте любви ко всем, если вы еще сегодня до этого видео были не веганом, веганом станете, начнете это всем проповедовать, эту любовь к животным. Поверьте мне, вы просто представите себе, как Павел говорил, не можете, что ждет всех святых в небесном царстве любви Иисуса Христа, кто любит его во всем, его творения, во всех его проявлениях, это будет удивительный мир, любви всех ко всему, это будет чудесный мир, да, если вы здесь убиваете, эксплуатируете животных прямо или косвенно, какое ждет вас небесное царство? Вас ждет ад, где ничего такого не будет, его, посмотрите, насколько прекрасны, Бог создал этих милых животных, насколько они чудные, интересные, радостные, глупые по-детски в том плане, потому что их уровень развития – это дети пяти лет, они невинны, беззащитные, да, шутливы, юморны и так далее, и просты, и все, да. Так что вот так вот, поэтому я надеюсь, что эти мои видео помогают вам раскрыться в той любви, которая у вас и так есть, отречься от всех пороков, от всего зла и принять полноту веганства, то есть любви к животным во всех сферах жизни человечества, вот, это не употребление никаких продуктов, не только мяса, но и там молока, икры, яиц и всего, что связано с эксплуатацией, убийством живых существ, это ни в коем случае не посещение, не поддержка, никаких мероприятий, где животные порабощаются, эксплуатируются, все эти выставки, да, зоопарки, цирки, там, все эти спорты, так называемые, лошади, верховая езда, все, что связано с порабощением животного, все это отвергнуть, все эти медицинские опыты не поддерживать, начать разбираться в этих вопросах, тем более не покупку там вещей из животных, прямо из них, тел сделан тот, что так же после того, как их просто убили, все вещи из натуральной, так называемой, кожи, меха, все это выкинуть, отвергнуть и другим все это проповедовать. У меня на этом все, кому нравятся и полезные мои видео от родной, жизнь, кого они меняют, ставьте лайки, не забывайте, забыли, вернитесь и поставьте, это очень важно. Кто не подписался на канал, подписывайтесь, жмите на колокольчик там под каналом, чтобы получать уведомления о новых видео, ну и пишите ваши комментарии, я все читаю, на все вопросы есть, стараюсь отвечать. Все тексты, которые я зачитываю, есть на моем сайте христолюб.ру, ну или христолюб.рф просто по-русски, набирайте, попадете.